доброй ночи дорогие друзья сегодня пятница 18 августа 23 года вас приветствую из брюсселя уважаем разговор о политике сегодня мне хотелось бы порадовать вас прекрасными новостями которые пришли от президента трампа который даст интервью известному американскому ведущему такеру карлсону 23 августа 23 года 2308 23 очень легко запомнить эту дату я уверена что у меня нумерологи астрологи начнут гадать на звездах почему так повезло в этот день такер он какие аспекты и так далее но на самом деле повезло не только такеру повезло также несказанно и илону маску на поскольку это мероприятие это интервью будет проходить на платформе twitter которая теперь была переименована в платформу x это будет интервью в прямом эфире то есть не будет никакой цензуры это все будет в свободном формате что совершенно и что гениально потому что илон маск вернул свободу слова с ним дышится намного более больно я знаю что многие с вас будут не возражать особенность сша но вы не должны забывать какое давление испытывали его предшественники какое давление испытывала эта платформа со стороны глубинного государства какая была охота на ведьму какая была чудовищная цензура вы помните я надеюсь это заседание в конгрессе на котором обсуждалось что были исключены сотни ученых с мировым именем во время коронавируса то есть им запретили высказывать их мнение но не только что они сделали с президентом трампом как они его изгнали с этой платформы точно так же как и с фейсбук но у меня настоящий момент я думаю что это большое торжество для илона маска потому что возвращение президента трампа даже в таком формате привлечет сотни миллионов людей во всем мире к этой платформе я думаю что это колоссальная обеда победа свободы слова победа первой поправки американской конституции и это конечно замечательно но я звезды были милостивы не ко всем и так что же состоится в этот день 23 августа будет параллельное мероприятие как мы уже говорили будет мероприятие в милвоке в штате висконсин это праймерис у республиканцев то есть они будут обсуждать свои претензии на белый дом там будет иуда пенс иуда ники хейли и так далее то есть там будет бомонд республиканской партии но для них колоссальным ударом является то что президент трамп туда не придет как мы знаем от инсайдеров и он сейчас была опубликована и частично эта переписка они пытались фокс-ньюс редакция пыталась убедить президента трампа принять участие в этом мероприятии потому что на этот раз 23 августа трансляцию будет осуществлять фокс-ньюс этих дебатов различных формат и иуд но не только иуд там есть и симпатичные люди хотя они не так известны но теме эти президент трамп сказал что к некоторым из них он относится лично очень хорошо итак это мероприятие будет транслироваться фокс-ньюс а следующая я в калифорнии в библиотеке рейгана 27 сентября будет транслироваться фокс-бизнес но насчет следующего мероприятия мы не знаем поскольку были слухи что президент трамп не будет участвовать то что касается этого мероприятия то теперь мы знаем благодаря такеров что не президент трамп не будет участвовать в этих праймерис наряду с иудой пенсом наверняка то есть он будет параллельно участвовать в другом мероприятии на свободной платформе twitter или теперь x то есть это безусловно колоссальный удар для fox news потому что они теряют аудиторию я не сомневаюсь что сотни миллионов зрителей во всем мире будут смотреть на это интервью на платформе twitter вовсе не эти дебаты да тем более все эти персонажи это как сушеный вобл это некую слушать как какие дебаты услышали когда нибудь как говорит без бумажки без бумажки майк пенс но в лучшем случае вы можете просто уснуть то есть это не вдохновляет но ники хейли то же самое то есть она не великий оратор президент трамп ее выдвинул потому что она женщина потому что она цвета это всем известно и поэтому она стала американским представителем при организации объединенных наций но она должна быть благодарна ему за свое выдвижение но она была не благодарна вы знаете что она сделана она примкнула к иуде пенсу и так далее в сложный момент поэтому я понимаю чувство президента трампа он не хочет давать легитимность этому мероприятию и он там не появится я не сомневаюсь что он не появится и библиотеки райгана потому что действительно это было бы странно и нелепо давать какую-то ауру этим людям которые не заслуживают ничего другого кроме презрения и общественного осуждения потому что я считаю то что они сделали это против не только интереса президента трампа против интересов партии но как бы то ни было и так сейчас ситуация выглядит достаточно прискорбно для этих горе кандидатов я думаю что будут голосование после этих голосований останется только рон де сантис как вы знаете у него приблизительно 15 процентов голосов поддержки он сказал уже что он будет участвовать вне зависимости от того будет участвовать президент трампа или нет то есть он будет участвовать ради участия также как и все остальные но у пенса у ники хейли у них вообще процент который выражается одной цифрой то есть это кандидаты которые просто ищут публичности они ищут публичного внимания и судя по всему они ему не найдут поскольку в этот вечер не хочется размер поскольку в этот вечер 23 все внимание во всем мире будет конечно к этой программе на платформе twitter к такеру которая будет интервьюировать президента трампа и президент трамп сможет сказать все что он хочет по всем поводам и о выборах он может свободно выразить себя в отношении выборов в отношении судов и в отношении конечно своих планов хотя судя по всему в настоящий момент он должен быть осторожен как говорят его адвокаты то есть они с ним будут работать с тем чтобы он оставался в определенных рамках поскольку вы знаете что и тут судебные процедуры которые направлены на недопущение президента трампа до выборов не только там есть и другие у меня различные мероприятия мы уже не говорили я надеюсь что этот материал был вам не безинтересен если да пожалуйста не забывайте ставить лайки и не забывайте подписываться на мой канал я хочу поблагодарить всех тех кто принимает участие в дискуссии и отдельное грандиозное спасибо всем тем кто делает донаты моему каналу на развитие спасибо большое за ваш дружественный жест и на связи